Всем привет! Это пустые баночки июля 2018 года. Частично это будут прям пустые баночки, а частично я вам покажу товары в каталоге, которые у меня закончились. Закончились, когда я была в отпуске. Пустые банки я не повезла из-за боязни перевеса. Я их там выбросила, но я их отметила в каталоге, покажу вам, что у меня там закончилось и дам свой отзыв на них. Ну и начну с уходовых средств. Уходовые средства, которые закончились в июле до отъезда, это кислородный активатор 15 мл. Несмотря на небольшой объем, мне его хватило очень надолго и использовать его нужно по каплям. То есть буквально одно даже не полное нажатие и мне было достаточно для того, чтобы разнести его на лицо полностью на все. Его можно добавлять в ваш уходовый дневной крем, но мне такой способ неудобен, поэтому я просто маленькую капельку наносила на лицо и затем поверх крем. Но в какие-то дни, когда стояла сильная жара, я довольствовалась только этим кислородным активатором и мне его было достаточно. Буду ли я повторять? Да, буду. Мне очень понравился эффект. Лицо более подтянутое, лицо более ровное, поэтому обязательно повторю, сейчас у меня есть другая сыворотка, поэтому в ближайшее время покупать не планирую. Как только закончится, буду обновлять. Следующее, что закончилось, это гель для умывания Ultra Clean Green. Мы пользуемся этим гелем для умывания на пару с дочерью. Заканчивается он достаточно небыстро, поскольку очень небольшое количество нужно, экономично расходуется. Здесь 150 мл. Заявлено, что он антибактериальный для жирной проблемной кожи, но я свою, даже иногда склонную к сухости, тоже умываю этим гелем и прекрасно реагирует. Никаких побочных эффектов, не сушит. В общем, мне он очень нравится и у него приятный аромат, поэтому с удовольствием попользовалась. Правда, не всю тубу использовала именно я, но есть уже у нас такой, поэтому в ближайших покупках вы не увидите. Хватает надолго и как только закончится, буду повторять. Обязательно буду повторять, мне нравится. Закончилась зубная паста, цитрусовая свежесть. Я покупала эту пасту, когда ее только выпустили, потом она сколько-то стояла и вот мы ее использовали. Ну, вот честно скажу, никакого восторга я от пасты Faberlic не испытываю вообще, какие бы я не покупала. Я приверженка просто пасты Colgate, поэтому не знаю, буду ли я вообще либо, когда-либо покупать в принципе пасты Faberlic. Мне после них очень сильно хочется пить, особенно после некоторых, но вот это не входит. Хотя чистящие свойства хорошие, до конца дня держат чистоту на поверхности зубов, но, 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 но много каких-то, но. В общем, душа не легла, поэтому не обижайтесь те, кому она очень нравится и кому в принципе пасты Faberlic нравятся. Я просто, видимо, настолько привыкла к эффекту Colgate, к их вкусам, к их эффектам и, ну, не могу никак перестроиться на другую. Следующее, что я сделала, это альгинатную тонизирующую маску. Очень долго они у меня лежали невостребованными, все было как-то не до них. Все-таки нужно выделить на себя примерно 40 минут для того, чтобы эта маска подействовала от и до. Эти 40 минут нельзя ни с кем разговаривать, нужно просто лежать, лежать в горизонтальном положении, ни в коем случае не ходить по квартире, потому что маска сама по себе тяжелая, будет тянуть весь овал лица вниз, поэтому нужно лежать и ни с кем не разговаривать. То есть не всегда есть, конечно, время для того, чтобы ее сделать, но вот в последние дни я еще парочку сделала, но уже это август, поэтому буду рассказывать вам позднее. Из ухода, ну что еще, я вскрыла мыло с клубничным соком, оно уже даже успело закончиться само. Зачем здесь клубничный сок, я не знаю. Обычно так пишут на жевательном мармеладе или каких-то конфетках или мороженках, да. Приятное было мыло, первые дней 10, наверное, был очень хороший аромат от него, прям выраженный. А потом он постепенно сходил на нет, но само по себе мыло очень хорошего качества. Оно не размокает до киселя в мыльнице, даже если там много воды, то есть какое-то время оно держится, он размокать начинает, но не так быстро, как, допустим, я покупаю в фикс-прайсе детское мыло. Оно моментально просто растворяется в воде. Это более стойкое, будем так говорить. Ну, мыло вообще вот это у нас класса экстра, и любое, мне кажется, бери, и какое по аромату нравится, и оно будет хорошим. 70 граммов упаковочки. Это не огромный кусок, это чуть-чуть уменьшенный кусок, но зато можно чередовать, аромат заканчивается быстро, можно чередовать ароматы, и оно не будет надоедать. Дальше я попробовала суп томатный с базиликом. Девочки, ну, я не знаю, мне не на мой это вкус, кисловатый, и пахнет не очень приятно. Базилик я там не очень ощутила, хотя у базилика очень яркий выраженный такой аромат, который мне очень нравится. Здесь все-таки больше кислоты, томата, и ни запах не очень, ни вкус. Я, ну, это не на мой вкус, поэтому точно повторять не буду. Ну, и закончились влажные салфетки для удаления пятен. Летом они, как никогда, актуальны. На работе очень часто приносят коллеги ягоды, арбузы приносим, в общем. Все это, конечно, иногда капает на одежду, никуда от этого не деться, и салфеточки очень-очень в ходу. Конечно, буду повторять, об этом даже нет и речи. Ну, вот все, что, в принципе, в июле у меня успело закончиться в первой половине. А во второй половине июля, с 17 по 30 я отдыхала в Турции, и, конечно, много чего брала с собой в Фаберлик. И начнем по порядку. Я в каталоге нашла эти товары, буду показывать. Было у меня с собой витаминное молочко для тела с ароматом киви. Не буду больше повторять, мне не понравилось это молочко для тела. Оно больше не к молочку, я бы сказала, относится к крему. Достаточно плотное. Аромат серии витамания я уже покупала манго и заметила одну и ту же особенность. Когда ты вдыхаешь его из тубы, это очень приятный аромат, что у манго, что у киви, ну, просто обалденный. Как только ты начинаешь наносить на тело, раскрываются какие-то другие ноты, которые мешают вот этому приятному аромату и дают мне неприятные ноты, которые у меня прямо в носоглотке встают. И я не хочу этим пользоваться. Плюс ко всему, вот в этом молочке есть такая особенность, если ты нанесла на тело и не втерла до конца, а какое-то время после нанесения ты разносишь, разносишь, разносишь это молочко по телу, а оно все остается белыми разводами. То есть впитывается не моментально, а спустя какое-то время. И если вот ты уже запарившись наносить, втирать это молочко, оставляешь, как есть эти белые разводы, эти белые разводы остаются. То есть их все равно нужно потом каким-то образом дотереть. Мне этот эффект совершенно не понравился. Все, мы его допользовали, это молочко, и выбросили. Больше, конечно, я повторять его не стану. Следующее, что у меня здесь в закладках, это средства с SPF. Вы просили дать обзор на средства SPF. Ну, поскольку не все удалось попробовать, а закончились у меня только SPF 50 и SPF 30, двадцатка у меня была от другой компании, я вам даже не могу показать фотографию. Но если кто-то помнит из моего видео со сборами косметичку в дорогу, я вам быстренько расскажу о нем. Ну, первое, SPF 50, я брала для, оно у нас для лица идет, но я брала для тела. На первые 2-3 дня, даже 4-5 иногда, SPF 50 просто необходим. Когда ты приезжаешь совершенно белый на суперактивное солнце, ну, никуда тебе не деться, нужно 50-кой пользоваться. И именно такое количество нам на троих хватает, для того, чтобы первые 3-4-5 дней не обгореть. Мы постоянно находимся в воде, мы никогда не лежим на лежаках, не загораем, специально какие-то части тела не подставляем, поэтому наносим SPF 50 на выступающие части на лице, на плечи и немного на предплечье. Все, поэтому достаточно 50 мл для того, чтобы использовать, выбросить баночку и успокоиться. Достаточно жирный, очень плотный крем, с приятным ароматом, густой, разносится, может быть, не всегда легко, но это SPF 50, он не может быть, в принципе, легким по текстуре. Следующий SPF 30. SPF 30 это был уже у нас второй этап после 50-ки, и тоже мы им пользовались дня 3-4, наверное, нашего отпуска, пока немножко не стали уже загорать, и кожа не потемнела, и оставила совсем чуть-чуть на тот случай, когда вдруг начинают под конец отпуска обгорать вот самые выступающие участки на лице. Причем это случается ежегодно, я даже не знаю почему. Наверное, потому что к концу мы вообще перестаем пользоваться, когда уже загар такой достаточно темный, и иногда думаешь, да ладно, что уже все загорели, не обгорим. И вот в этот момент случается вот то самое обгорим. У меня случилось так у сына, у него вдруг покраснели участки под глазами, мы перестали их мазать, и они сразу покраснели. В общем, не надо останавливаться в использовании средств SPF. Единственное, что на будущий год надо будет купить какое-то масло для загара. У нас почему-то его нет в этом каталоге, и раньше оно было на самом деле, а сейчас нет. В общем, надо будет купить масло для загара, там всегда очень маленький SPF, но он все-таки защищает. Следующее, что у меня закончилось в отпуске, это бальзам для губ. Антивозрастной бальзам. Вот такой маленький розовенький бальзамчик у нас есть. Это мой самый любимый бальзам в компании Фаберли, который я использую перед сном и с утра, для того, чтобы размягчить губы. Очень он мне нравится. Буду и не буду повторять, девочки, он у меня есть постоянно. Он у меня постоянно в запасе, и в данный момент я уже, конечно, открыла другой, и с удовольствием использую. Также в отпуске я делала маски. Вы все видели, сколько я взяла масок. Ну и из тех, что я могу найти в каталоге, это вот эта маска из серии Beauty Lab Lift & Glow. Я ее, конечно же, растянула на два дня. Я сделала ее перед днем рождения, и потом после. То есть сначала наношу гелевую часть, тканевую аккуратненько сворачиваю, убираю обратно в пакетик. И на следующий день я наношу уже тканевую часть. Она также хорошо пропитана. Возможно, она не так долго держится на лице, потому что больше засыхает. Гелевая, конечно, засыхает гораздо медленнее. Но это не страшно. Лицо преображается, лицо подтянутое, сияющее, прекрасно ложится макияж на нее. Я ее очень довольна. Заказала сейчас себе повторно, потому что мы и кончились. И рекомендую вам. Дальше, чем я пользовалась? Я брала с собой влажные салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой. Вот так мелко они здесь представлены, но они у нас единственные в каталоге, поэтому вы не запутаетесь. Влажные салфетки с мицеллярной водой. Я брала для того, чтобы снимать сначала макияж, а потом умываться. Ну, что сказать. Да, первые 2-3 дня я спокойно ими пользовалась, а на 4-5 день у меня началось пощипывание жжения, и с каждым днем оно увеличивалось все больше. И последние салфетки 3, то есть у меня их было 14, их всего 15 у нас в упаковке. Одну я тестировала сразу после покупки, ну, а остальные 14 у меня лежали и ждали своего часа. Дождались, когда я полетела в отпуск, как раз 14 дней, и мне вроде как по салфетке на день нормально было бы. Но под конец я последние штуки 4 просто выбросила, потому что это было неприятное настолько ощущение, что я поняла, серия Axiology немножко не для меня. Не то чтобы немножко, но я уже заметила, что большинство продуктов из этой серии вызывают у меня именно такую реакцию, и повторять я их однозначно не буду. И я не могу это назвать аллергической реакцией, потому что аллергическая реакция – это сыт, это отеки, какие-то другие неприятные проявления. А здесь именно просто не подошло моей коже, и я с этими салфетками больше не дружу. Следующее, что я брала, я брала пробник порошка стирального и цветного, и для белого белья. Воспользовалась только порошком для белого белья. Я его вскрыла. 40 граммов порошка в этой упаковке. На ручную стирку было достаточно, ну, просто очень небольшого количества. Стирала я немного. Это было буквально там одни шорты и пару футболок для ребенка. Все остальное было у меня в запасе в чемодане, чистые вещи. И даже осталось там сколько-то порошка. Я отдала все это знакомой девочке, которая в соседнем отеле отдыхала, и даже с собой домой не повезла, поэтому показать вам тоже нечего. Ну вот, собственно, все. Все пустые баночки июля. Я еще раз приношу извинения, что самих баночек вы не увидели. Но ничего страшного. В августе у нас будет полноценный обзор с упаковками, со всем. Обязательно вам все покажу. Если вы хотите покупать товары Фаберлик со скидкой 20%, проходите по ссылке под этим видео, попадете ко мне в команду. Я буду вашим помощником. Буду очень рада видеть вас в своей команде и буду очень рада видеть вас на своем канале при просмотре следующих видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok